22-й точно войдет в историю как главный год, в котором произошли самые громкие судебные разбирательства. Весь май и июнь мир только и говорил, что о Джоне Деппе с Эмбер Хёрд, ну а позже мы переключились на Брэда Пита с Анджелиной Джоли, которые даже 6 лет спустя после развода никак не могут разобраться между собой. Однако, несмотря на то, что первая парочка вроде как получила окончательный вердикт суда, а вторая вечно скандалит за объективами камер, у нас есть много о чем поговорить. Что стало известно о финале громких разборок в семье мистер и миссис Смит? И неужели Джонни решил пойти в атаку на Эмбер Хёрд? Устраивайтесь поудобнее, ведь в ближайшие пару минут без лишней воды и желтой грязи мы расскажем все самое интересное о двух самых известных парочках в мире Голливуда. Кстати, как думаете, чей громкий звездный скандал станет следующей самой обсуждаемой темой в СМИ? Обязательно напишите свои мысли в комментариях, будет очень круто, если вы окажетесь правы. А начнем мы со свежей новости, которая поставила жирный крест в споре одной знаменитой парочки. И речь сейчас не о Деппи и Хёрд, а о чете Джоли Пит, которые, в отличие от своих коллег по сценарному мастерству, судятся уже не первый год, только вот делают это довольно скромно и тихо. У нас был целый ролик об их огромном бракоразводном процессе, который, если вы не в курсе, начался еще в 2016-м. Сначала камнем преткновения стал вопрос опеки над детьми, коих у Анжелины и Бреда довольно-таки много. Несколько лет назад суд все-таки принял решение в сторону Бреда, который пытался востребовать у Анжелины право совместной опеки над отпрысками. Актриса, если что, наотрез отказывалась давать видеться своему бывшему мужу с их общими детьми. Этот судебный процесс длился несколько месяцев, и было очень много свидетелей, экспертов, терапевтов и других людей, которые были с детьми и вокруг них. И решение было основано на этом. Несмотря на то, что фильмы постепенно возвращаются в кино, домашний просмотр все равно остается у многих в приоритете. И как тут не вспомнить о сервисе Movie Lab, который доступен каждому абсолютно бесплатно. Приложение можно скачать на телефоны на базе Android, а также на Smart TV. Для всех остальных пользователей интернета доступна удобная веб-версия с возможностью синхронизации на любых площадках. Уже сегодня вы можете быть первым, кто увидит свежие кино и сериальные новинки, многие из которых причем появились на Movie Lab, даже не попав в кинотеатры. Для просмотра любимых фильмов и сериалов достаточно будет просто зайти в приложение или на сайт и наслаждаться топовыми новинками, которых сейчас даже нет в кино. Для этого не нужно регистрироваться или оплачивать подписку, все абсолютно бесплатно. Movie Lab гарантирует, что их контент никогда не станет платным, что очень круто. Ну а если хотите сохранять историю просмотра, то можете зарегистрироваться на сервисе, чтобы всегда помнить, на какой серии вы остановились, а также сохранять фильмы для дальнейшего просмотра или оставлять отзывы и комментарии о кино. На Movie Lab вы найдете еженедельные уникальные подборки фильмов и сериалов. Библиотека просмотра обновляется регулярно, а функционал приложения растет буквально на глазах. Хотите смотреть топовое кино без ограничений и танцев с бубном? Тогда бегом переходите по ссылке в описании и смотрите все части «Пиратов Карибского моря» совершенно бесплатно. А вот после этого Брэд всерьез взъелся на Джоли за то, что та втайне от него, втихую, продала свою долю прав владения их общим винодельческим бизнесом одному русскому олигарху. При разводе пара договорилась не продавать замок и виноградник, где состоялась их свадьба без обоюдного одобрения. Брэд и его адвокаты требовали расторжения, сделки и возмещения убытков, так как после продажи актер лишился возможности вести дела бренда «Шато Мирова». Помимо этого, Питт считал это настоящей попыткой рейдерства. По заявлениям актера, Джоли ни пальцем не пошевелила в процессе развития компании, и все финансовые успехи – это его личная заслуга. Однако все эти заявления никоим образом не помогли Брэду выиграть дело, поскольку суд посчитал соглашение о совместном разделе имущества весомым доказательством того, что никакие устные договоренности о непродаже особняка или винодельни не могли быть препятствием к действиям Анжелины. Во время последнего заседания представители Джоли потребовали, чтобы актер предоставил суду документы, которые доказали бы незаконность продажи ее половины винодельни. Но по итогу суд Лос-Анджелеса вынес решение в пользу Джоли, так что на одну семейную разборку в нашей копилке новостей теперь будет меньше. Ну а теперь поговорим о главном виновнике торжества – Джонни Деппи и его очередных судебных тяжбах. Первое, что стоит упомянуть, это отказ суда рассматривать жалобу госпожи Хёрд на неверное ведение дела между ней и Джонни. Об этом мы рассказывали в нашем прошлом видео, но если что, Эмбер пыталась доказать, что итоговое решение суда должно было быть совершенно другим, если бы суд не совершил пару технических ошибок. Однако жалоба актрисы была отклонена. Об этом еще 15 июля сообщило издательство New York Post. Причем именно этот шаг от Хёрд спровоцировал Джонни впервые пойти на опережение и самому отправиться в атаку. На прошлой неделе стало известно, что актер подал иск против актрисы, намереваясь добиться от нее выплаты тех самых 15 миллионов, которые актриса была ему должна по решению суда. По словам самого Деппа, он действительно был готов пойти на мировую с Эмбер и простить ей весь долг, если бы они оба смогли бы отпустить эту ситуацию и двигаться дальше. Но так как Хёрд ни в какую не хочет сдаваться, Джонни решил добиться положенного и теперь требует у суда уже в законном порядке взыскать с бывшей жены полную сумму компенсации. Помимо этого, команда адвокатов Джонни намерена такими действиями утвердить свою правоту в этом деле, что также поможет нашему пирату в будущем в его карьере. Причем на стороне Деппа есть уже проверенный временем и отношениями свидетель Кейт Мосс, которая уже выступала на суде и давала показания в пользу Джонни. На днях она опять высказалась на тему громкого скандала, ее бывшего бойфренда и Эмбер Хёрд. Мосс в программе Desert Island Discs на BBC Radio 4 заявила, что самым важным для нее было восстановить справедливость. Ей было несложно принести присягу и рассказать свою историю. «Я знаю правду о Джонни. Я должна была сказать эту правду», — объяснила Кейт журналистам. Так что, если что, мы точно знаем, кого Джонни позовет в свою защиту в случае повторного суда между ним и Эмбер. Однако, по свежим данным, сразу из нескольких авторитетных источников, Эмбер Хёрд выставила на продажу свой дом в Сан-Бернардино в Калифорнии. Актрисе не хватает средств, чтобы выплатить Джонни Деппу 8,3 миллиона долларов. По данным Daily Mail, Хёрд удастся получить с продажи около полутора миллионов долларов. Однако, в сравнении с полной суммой и оставшимся долгом, это лишь капля в море. Но нас радует хоть то, что Хёрд постепенно, но начала исполнять решение суда. Хотя, на деле, ситуация двоякая. В 20-х числах июля актриса подала апелляцию на решение суда о выплате компенсации в размере 10 миллионов и 350 тысяч долларов бывшему супругу. Для того, чтобы жалоба была рассмотрена, она должна внести залог в размере той самой суммы 8,3 ляма баксов. Пока актриса оплатила лишь пошлину 500 долларов для внесения апелляции. При этом, согласно судебным заключениям, сама Хёрд отказалась от выплаты, на которую могла претендовать. Речь идет о гонораре Джонни Деппа за съемки в четвертой части «Пиратов Карибского моря». «Она могла бы запросить половину из 33 лямов долларов Деппа, который тот заработал на съемках четвертой части «Пиратов Карибского моря», поскольку фильм был снят, когда они были женаты», пишет Daily Mail. Хёрд решила этого не делать, но в переписке со своими адвокатами попросила их не упоминать об этом. Актриса отметила, что «хочет остаться верной своему слову». Во время суда юристы Хёрд пытались привести этот факт как смягчающее обстоятельство, но судья отказалась его рассмотреть. Но на самом деле за нашего пирата беспокоиться не стоит. Несмотря на весь тот негатив, что витает вокруг персоны Деппа последние 6 лет, дела у него идут хорошо. Например, наш добряк решил вовсю зарабатывать не только с киногонораров, но и со своих хобби. Если вы вдруг не знали, Джонни не только актер и филантроп, но и художник, и музыкант. В середине июля состоялся релиз дебютного музыкального альбома «Джонни», который он записал совместно с другим крутым мужиком Джеффом Бэком. Бэк – признанный виртуоз в мире музыки, который оказал невероятное влияние на всю музыкальную индустрию. Ну а еще за плечами у него аж 7 статуэток Грэмми. Но помимо карьеры рок-музыканта, Джонни еще и потрясный художник. Еще в январе мы говорили о том, что в одном из интервью Депп рассказал, что за время пандемии и за пару лет до этого он успел написать несколько тысяч картин собственного производства. Конечно, цифра была скорее всего взята с потолка, потому что речь тогда шла об NFT-версиях картин. Однако не так давно кое-что из этого подтвердилось. На днях коллекция работ Джонни под названием «Друзья и герои», выполненная в стиле поп-арт, была сенсационно распродана в бирмингемской художественной галерее Castle Fine Arts. На работах артиста были изображены люди, которые, по его собственным словам, вдохновляют его. Это такие знаменитости, как Кит Ричардс, Аль Пачино, Боб Дилан и Элизабет Тейлор. Вскоре после того, как Джонни опубликовал пост и свою фотографию на фоне работ, сайт галереи перестал открываться у большинства пользователей из-за невероятно возросшего трафика. За несколько часов были проданы и четыре основные картины, и множество экземпляров поменьше. Но главное, за несколько часов на своем хобби Депп заработал 3 миллиона фунтов. По нынешнему курсу это примерно 3 миллиона 660 тысяч долларов, или же 224 миллиона рублей. Так что, несмотря на то, что Эмбер пока что не выплатила бывшему мужу положенную по суду сумму, карманы Джонни не такие уж и пустые, и его любимое дело можно считать вполне себе прибыльным. Плюс Джонни Депп сыграл нового эксцентричного персонажа в рекламе MMORPG игры Sea of Dawn. Проект разрабатывает китайская компания Chang'yu, ранее создавшая популярную MMORPG под названием Dragon Oat. Персонаж Деппа — бывший искатель приключений с ирландским акцентом по имени Филипп. Он слеп и не может выбираться дальше своего дома, заваленного безделушками из его путешествий. Ролик вышел очень забавным и ламповым. И в нем Джонни больше похож на капитана Джека Воробья, который наконец-то вышел на пенсию. Ну а учитывая скорое судебное разбирательство, будем верить, что суд уж точно заставит Хёрд выплатить Джонни все 13 лямов с копеечкой, на которые наш пират купит себе новенький остров где-нибудь на Багамах. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok